здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика сегодня я вам расскажу про аварийную ситуацию которая произошла у нас на одной из низковольтной подстанции это рау 0,4 киловольта обычная панель у нас амперметр щитовой сигнальные лампы положения выключателя аварийная лампа разъединители рубильники и внизу установлены автоматы вот у нас ячейка изнутри в общем это сборные шины и от мощные из меди это у нас пошло ответвление на наш рубильник разъединитель дальше трансформатор тока и внизу у нас установлен автомат здесь у нас клеммник вторичной коммутации токовые цепи заземление дверцы задняя коммутация наших сигнальных ламп и щитовой амперметр шинки у нас здесь установлены автоматы газ оптимат d на 630 ампер видим нагрузку 222 ампера и в общем у нас случилось здесь авария однажды нежданно негаданно перекрыла вот эту часть у автомата никакого замыкания на нагрузки у потребителя не было то есть никакого короткого замыкания не было кабель и все живые двигатели который подключен данным кабелем живой нареканий к ним нет происходит здесь короткое замыкание соответственно дуга все здесь оплавляется все здесь черное было вот еще тут даже некоторые следы копоти видны видите сзади на стенке здесь уже поменяли все новые дверцы естественно что данный автомат у нас не отключился потому что через него не проходил ток короткого замыкания отключился у нас уже в одной автомат вот у нас в одной автомат нагрузка здесь у него это напряжение на секции и положение автомата здесь учет здесь у нас стоит оптимат а в одной автомат естественно что при коротком замыкании на верхних зажимах автомата нашего отходящей линии у нас по по селективности должны и должен отключаться наш в одной автомат вот у нас приходят шины с левой стороны это с трансформатора вот у нас уходит вниз на наш разъединитель дальше идет шинки три трансформатора ток раз установлены дальше наш автомат на 3200 дальше еще один разъединитель здесь переход в соседнюю панель и вон шины у нас получается здесь уходят вверх вверх на секцию вот это у нас уже пошла секция автомат у нас как я беру оптимата газовский на 3200 ампер с микропроцессорным блоком мр-8 который кстати у нас на другом на другом из водов уже выходил из строя и приезжали представители его нам меняем это у нас межсекционный автомат на 3200 ампер здесь у нас собрана авар по цепям управления здесь у нас собран вот у нас авар по цепям управления на кондукторах здесь у нас питание 24 вольта для контроллера авара и вот у нас сам блок авар здесь у него подключена выносная панель дисплей оператора вот он здесь лампы индикации управления съем сигнала авара ключевые сейчас я вам работу данного в р показывать не буду если вам интересно дайте мне знать я вам как-нибудь при выводе в ремонт про данную схему расскажу более подробно может быть даже и покажу как будем ее опробовать я вам сейчас покажу как выглядел автомат после этого короткого замыкания вот наш автомат так вот красиво здесь же еще пострадал соседний потому что дуга протянулась до соседних ячеек и оплавила нам тут всю вторичную коммутацию силовую часть и так далее почему так сам автомат живой он включается я включил включается отключается у него в принципе изоляция по полюсам не замыкается между собой на землю то есть имеет он нормальное сопротивление изоляции и что нам говорит о том что короткое замыкание у нас возникло не внутри корпуса автомата перекрыла не внутри автомата а именно снаружи что-то видимо попало скорее всего на фазе b между выводом шинкой и корпусу могло что-то упасть сверху может быть какой-нибудь болт вот туда вот в промежуток между шиной и монтажной туннели больше других вариантов у меня здесь нет соответственно как я уже говорил возникла козе дуга и дуга здесь нам поплавила все наши здесь вот идет кабель-канал вот через все ячейки идет схема в эту собрана по водам соответственно у нас поплыли расплавились все вторичные цепи также под раздачу попал у нас вот соседний автомат я вам вам сейчас показывал но здесь машиновка не сильно пострадала видно следы только но вторичка вся выгорела также самому автомату в данном случае претензий нет у меня к ним замечания были в плане эксплуатации по их нему блоку мр но об этом у меня есть отдельный сюжет на канале можете посмотреть как раз по оптимату d на 400 ампер по моему там был здесь больше наверно нарекания есть о данной конструкции нагрева здесь не было если рассматривать ситуации что ослабы ослабло какое-то болтовое соединение допустим шинка начала греться начал плавиться корпус автомата и произошло замыкание на корпус соответственно короткое замыкание и дуга но здесь было был проведен панера в полом объеме фидер у нас пока лишь один-единственный затяжку контактов было проверено неоднократно в процессе осмотров ежедневных осмотров данной подстанции никаких следов нагрева контроль осуществлялся с помощью и пирометра и тепловизора здесь замечено не было ну еще вопрос задам заключение были ли у вас подобные случаи перекрывала ли у вас верхнюю часть на подобных возможно ячейках расскажите об этом в комментариях будет интересно почитать можете предлагать свои варианты данного данной аварии я с удовольствием также почитаю ознакомлюсь на этом все такое небольшое видео делом показать если оно понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч а Субтитры подогнал «Симон»